Здравствуйте! Вы на канале «Это футбол, брат», а это «Это чае, брат», друзья мои. Каждый день в этой студии в 2 часа дня мы собираемся для того, чтобы подвести итоги дня прошедшего и обсудить матчи дня грядущего. И сегодня вы можете сделать приемники своего интернета чуть потише, потому что в команде Влада Родимова замена. Выходит Владимир Быстров. Володька, алло, здравствуй. Это я, привет. Давай, анонсируй. Громко будет? Нет. Очень тихо. Капитан команды попросил немного. Шепчущий быстро. Друзья мои, что могу сказать вам? Вчера капитан до речи потерял. Обе команды молодцы, а у нас две команды, которые соревнуются за миллион бонусов от нашего партнера. Вступайте в команду либо Владислава Родимова, который отсутствует сейчас, либо Тимура Гурцкая по ссылкам в описании. Который тут сейчас отсутствует. Тимура здесь, а ОСАМОН отсутствует. А сам в Испании. Потому что, ты видишь, что я подготовил сегодня? Что это? Что мы сейчас сдаемся. Я как увидел, я как увидел Володьку в этой команде. Мы уже заранее сдаемся. Видишь, вывешиваем белый флаг здесь. А я думал, ты Реал поддерживаешь. Нет, я просто сдаюсь, когда увидел Володьку. О, подожди. А следующий матч в составе нашей команды другой будет капитан? Я не понял. Да, у вас будет капитан с армии голова в следующем. Джек Воробей. Да. Я хочу вам сказать, что вы молодцы. У вас вообще в каждом матче что-то зашло. Давайте подведем итог. Словения и Сербия. Команда Тимура взяла больше четыре с половиной желтых карточки и гол головой в этом матче. У вас был прогноз 2-1, он не сработал. У команды Влада Словения и Сербия 1-1. 1-1. Заработало. Больше фолов 25 с половиной нет. Ну и рандом больше трех с половиной голов нет. Далее Англия. И после этого надо так делать. Да? Каждый раз, когда мы говорим Англия, немножко... Не, надо... Давай дальше. Счет у нас. Далее Англия. 1-1. Да? Ну как? Вот так вот нужно делать? Браво, 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 браво. Должский бой! Браво, 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 браво. Просто больше ничего не зайдет, поэтому... Минутку порадоваться. Браво. Каждый раз включайте это. И у вас 9 с половиной замен не сработали, а вот забьет Кейн то, что прогнозила команда Влада. Случилось. И победа Англии, в которую вы верите почему-то до сих пор не сработала. Испания, Италия. Команда Тимура неожиданно прогнозировала 1-0. Победа Италии. Не зашло... Я был близко к низу. К низу был близко, да? Все, все. Это реально днище, Тимур. Это реально был днище. Тотал меньше. Видишь, какой вообще был? И, внимание, получилось, что меньше 32 с половиной аутов. В матче Италия, Испания было 20 аутов. Ну, это же читается. Я же вчера вот вы начали ржать, потому что я сказал, что мало аутов. Но это не объявление того, что на чемпионате мало аутов. Это наблюдение. Команды, которые долго и качественно держат мяч, если они играют друг с другом, они не выбивают его в аут. Они его возвращают. А почему тогда просто интересно, Ром? Я не то, что там подталкиваю. Реал-Мадрид. Вот самый яркий пример. Реал-Мадрид-Бавария. Реал-Мадрид-Бавария. В первом и во втором матче очень мало аутов. В первом вообще даже 20 не пробили. Во второй чуть больше 20. Это просто выживно. Подожди, но вчера Испания, одна команда была просто на поле и играла держать. Но итальянцы тоже как-то. Итальянцы, они пытались мяч выбить вау. Но не могли. Послушай, логика такая. В матче против Албании итальянцы очень качественно держали мяч во втором тайме. Испания чисто исторически держит мяч. Уровень команд как бы. Ты сравниваешь Албанию и Испанию? Нет, держи. Качество держания. Качество держания мяча. Тогда вот этот матч, это пока лучшее, что я видел на этом Евро, это Испания. 20 ударов против 4 с Италией. У Италии ни одного голевого момента. Ни одного. Поэтому все молодые звезды Испании вчера играли в футбол и получали от этого удовольствие. Пока других команд, ну кто так и делает. Все экономят силы, где-то там, не знаю, запасы. Вообще вынесут в одни ворота. Ну, кстати, если бы не Донорума, они могли бы 2-0 поймать легко. И 3-0 могли тоже, да. Это член нашей команды говорил. Этот член знает, что говорит. Поэтому он посередине сидит. Коль, ты прогнозировал 0-0 в матче и красную карточку. Ничего из этого не сработало. А теперь банк и команд. Команда Тимура 48720 и команда Влада. Вот на вот столько. 51 530. Вступайте в одну из команд. В конце Евро мы разделим вот этот вот большой куш. Кстати, по поводу большого куша. Почему разделим-то? Не каждому, что ли? Поправляйся. Мы ждем тебя. Желаем тебе большого здоровья. Потому что вчера новость потемнела в глазах. Да-да-да, присоединяемся. Скорее бы выздоровление. Приходи, обсудим футбол. Правда, сейчас Володька продолжает. Я уступлю в место. Словения-Сербия. Саш Дорский, тебе слово. Сербия опять разочаровала. И вообще, вчера день, мне кажется, был худший на турнире. Мы это прогнозировали. И Англия была очень скучной. И эта игра была очень скучной у сербов. Такое ощущение, что вообще нету ничего, кроме навесов. Вся их игра. И поэтому гол головой тот считался. Но то, что он залетел на 93+, конечно, это нам повезло. Владимир, пожалуйста, вступайте. Что вы напали на Сербию-то? Скажи. Нет, мы на Сербию не нападали. Нет, все напали. Я смотрел матчи, там комментатор дрочил на эту Словению. Что вы увидели в этой Словении? Объясни мне. Что ты увидел в Словении вчера? Ты сейчас так сказал? Нормальные обороны. Нормальные. У них контратака просто. Блин, по рельсам проехали. Где? Один раз за второй тайм выдержали в контратаку? Первый тайм неплохо играли. Тренер Сербии сделал выводы. Поменял. Усилил игру. Тут же проехал. Второй тайм. Сербия полностью переиграл Словению. Где вы нашли? Словению какая-то. Нашли команду. Что они дали к ломе навесов? Что они дали к ломе навесов? Сербия играет в Словении. Я же не сказал, что Сербия супер. Пойду пока. Безидейная команда. Но Словили, что вы делаете? Когда вы с ними играли, вы говорили. Это как Аталанта. Они присягуют один в один. Это какая хорошая сборная. На самом деле. Мы их 4-0 хлопнули. Да, сплав молодости и опыта в этой команде присутствует. Во всех линиях есть лидеры. Все играют в топ-клубах. Здесь проблема, мне кажется, подготовки к конкретному турниру. А в тренере нет проблем? В тренер. Вот подготовка к турниру это и есть тренер. Плюс психологическая обстановка в команде, когда лидер команды что-то начинает разговаривать. Он выходит с стартом состава. И тут же выходит, потому что поговорили. Это все первые турниры, где сербы приезжают с выводом составом и валят. Чемпионат мира ужасно выиграют. Они всегда уже в тренере на официальных турнирах. Да, но при отборах. Они еще не сыграли. Дайте им еще один матч. Сейчас они 3-0 выиграют и что вы будете ей говорить? У кого? А это другая передача уже. Все в порядке сербы. У кого выиграют? Мы не придем, если они 3-0 выиграют. Уборный Даня не проиграет. Они у Дании 3-0 выиграют? Ну а почему нет? 0-3. Не, ну гипотетическим в компьютерной игре может быть. Но не пойдет сюда, нет. Это если мы с тобой поедем, Аршавина еще возьмем и возглавим их на этот матч. Они вылетят во вторую Бундеслигу. Это после нашего назначения. Знаешь, какой главный парадокс сборной Сербии? Давай. Сборная Сербии попадает на все чемпионаты мира, но не попадает 24 года на чемпионаты Европы. Куда легче отобраться. Это их первый турнир с 2000 года. Евро. Это очень странно. Это очень странно. Причем да, там было поколение. С таким составом они играют в такое дерьмо. Нет, это понятно. Но твой тренер Драгон Стойкович, это тот случай, когда... Почему его не поменяли после пятого года? Нет, это тот случай, когда крутой футболист, реально просто офигенный футболист. А в 2010 году, когда там играли Витяще, Иван, Витяще... А тренер тоже был. Они вечно тоже все дерьмо. Все виноват тренер, согласен. Футболисты вообще... А у них почему бы... Дюме нашего коллектива. Тренерская позиция самая слабая сейчас в этой команде. Выбор так. Это не первый раз в бак. Три-пять-два. Выбор, считаю. Да, ну не было три-пять-два. Было три... Ну, три... Влахович сзади играет. Влахович не умеет играть сзади. Так они все не обороняются. Не оборонятся. Подождите, еще раз. Мы сейчас не про оборону говорим. Влахович это нападающий штрафной, правильно? Это нападающий одного касателя. Если он опускается за мячом, он обрезает все. И поэтому ему комфортно. Он в Ювентусе играет с Кьезой, правильно? Ну, Кьеза же более на фланге. А здесь с Митровичем два столба. Им неудобно. Им тесно вдвоем. И нужны правильно навесы. Но не такие. Пришел и в стоячку подал. А когда туда они летят уже. А этого точно нету сербии. Скорости не хватает. Скорости не хватает. Так у них нету индивидуальности. На флангу. Владимир сказал про замену во втором тайме. Во втором, когда вместо Младеновича вышел Гачинович. Это же просто. У них вообще не было даже на уровне идеи ничего, кроме навесов. Согласен. Потому что слева правша. Надо пользоваться этим, Саша. Говорим об этом. Они много, кстати, подали. Больше всех навесов сделали. Навес навесу рознь. Вот если это навес идет, кроссы туда все летят. Еще тащат на спине защитников. А если ты пришел спиной уже к воротам бодаться, то это навес уже... Вопрос к Руслану. Да. Рус, а скажи, у тебя в карьере было, чтобы ты в два нападающих играл с кем-то? Да, раньше только в два играли. 34-2 была любимая. Нет, там по-разному. Абиора был, потом сжулил Сезар. Ну вот что вы... Ну вот, кстати, с Абиорой вы похожи по качеству. Нет, нет, Абиора дриблер был. Я был немножечко на прессинге. Четверых прессинговал защитников. Юрий Павлович просил его отрабатывать в последнем защите. Нет, мы играли на Павлович. Нет, ну подождите, секунду, подождите. У меня не устало. Можно, чтобы человек ответил? Подождите. Нет, ну раньше все в два играли. Спартак, все. Реал, Манчестер и Мау. Вот как Вингры сейчас единственные играли. Всегда была десятка. Вот десятка была, которая раздавала. Ты можешь секунду помолчать, блядь. Опять же хорошая ситуация. Флаг, блядь. Ты видишь флаг? Я вопрос задал, блядь. Я же вопрос задал. Ты не даешь человеку ответить, блядь. Критика не обоснована. Тимур, вечером надо было флаг выбрасывать. Вы видели, как он просто молниеносный. Сначала я хотел бросить его. Быстро сдаться. Бросился. Дай я вот сейчас сформулирую вопрос Тимура. Ты играл в два нападающих. С каким форвардом тебе было удобнее играть? Нет, если убрать Ласкова, как десятка, я задаю вопрос. То у них не было бы момента. Как вы создавали моменты, если нет не Ласков? Ну как, он всегда был. Феников подавали! Не, мы один раз играли. Блядь, ну смотри, что это. Блядь, ну смотри, что это. Блядь, ну дуга была, дуга была. Дуга. Не, вири Павлович пришел в нашу историю. Я даже проснулся. Тимур, Тимур, ты о чем говоришь, что у них нападающий. Я вопрос задавал мне с тебе. У них нападающий второй отрабатывал в обороне. Руслан, мы все поняли. У них нападающий второй отрабатывал в обороне больше, чем защитник. Ё-моё. Вот зачем ты отвечаешь за него? Я смотрю матч локомотива. Господин ведущий, скажите, что где, когда отвечает Руслан. Ты можешь помолчать минуту, что с тобой, ёпта? Тимур, ты разрешил капитану? Ты можешь помолчать одну минуту. Посмотри на меня и рассказывай. Минуту, помолчи. А сейчас как интересный разговор завяжется, они все замолчат. Ну не завяжут. Ну попробуй. Давай. Ты нападающий, с кем тебе было удобно в паре? И если бы не было у тебя Ласьков, Измайлов, как бы вы создавали моменты? Как бы создавали моменты? С фланга. Ну у нас вообще подачи не было. Это большая проблема была, потому что когда Терехин, Олег, перешел в локомотив, я Олегу сразу говорил, ну, наверное, это твоя ошибка была, перейти в этот хороший наш клуб. Потому что мы не играем с фланга подачи, у нас нет этого просто банально. Мы брали другим. Мы открывались неплохо. В угловой? Нам запрещено было бежать. Опять не может. И Ласьков как раз делал разрезающую передачу, как и Измайлов, и были моменты. Но мы больше забивали Ласьков, потому что у нас немножко другой функционал был, и второй темп у нас полузащита была более забивающая, нежели нападающая. В Спартаке другая история была. Там Ширко был, когда он подойдет. Мне интересно, вот Драгон Стойкович, столько лет все равно, за счет того, что... Он же видит, как вообще происходит тенденция. Наверное, помощники не очень. Сань, подожди, не уводи с этими помощниками, блядь. Такое впечатление, что, знаешь, он не может кого-то не поставить в команду. В смысле, он Тадича не поставил в первом матче, и Тадича с говна налил в прессе. Такое впечатление, что он Митровича и Влаховича тоже обязан ставить в команду, понимаешь? Влаховича раньше, он не всегда в Влаховича ставил. Он не просто устроил какой-то табу. Ты зашугал нашу команду, мы молчим. Нет, нет, я даже скажу, вот это может быть история, потому что Гуренко, когда тренировал Сербию с Муслиным, они вывели с первого места Сербию на чемпионат мира. И когда они вывели своим составом, Федерация Сербии сказала, теперь мы меняем состав. И из-за этого Муслин и Гуренко ушли. А как так, ребята, которые вывели на мир, команду с первого места, там Португалию они обошли. И вы должны, почему-то мы должны менять их на других. То есть там вот это взаимодействие очень нехорошая вещь. Да и сейчас, наверное, похоже. Похоже. Какое впечатление, что в первой игре не было тадища. Так это не все просто тадища. Блин, а значит, у них микроклимат внутри команды плохой. Тренер пытается найти какие-то сочетания. Ты пойми, тренер себе не брал. Он же тоже понимает, кого нужно ставить, кто с тем дружит. Ребят, выкрыться нам легко. Мы не знаем взаимоотношения внутри команды. Он не идиот, что понимает, что их нельзя ставить, но он ставит. Значит, все-таки у него... Почему он не ставит? В первой игре он не может повлиять сам. Но Миленька Вячеславович выходит на втором тайме и худший. Худший. Да, да, он пешком ходил. Все же это отметили. А зачем он его ставит тогда? Ну а если не поставил, может быть, там вообще внутри был бы какой-то жоп. Просто сербы специфическая сборная, и там, конечно, именно касаемо сборной Сербии, надо знать обстановку внутри. Потому что там что-то нездоровая ситуация. Третьей игре, дай бог, чтобы они все-таки наладили. У них уже... У них уже... И шлепнули туда. Мы снимаемся с турнира и так далее. Вот резюме Владимир сейчас дал резюме этого матча. Ну и у них даже, когда все было в порядке, вот поколение Стойковича, когда заканчивалось, он сам заканчивал играть на Евро-2000. Последняя их игра какая? Против Голландии 1-6. Знаешь, что... Забил Сава Милошевич. Забил Сава Милошевич. Перед этой игрой они еще вышли с драмой. Помнишь, Испания, Югославия? То есть они классно играли сами по себе. У них классное поколение тоже. Кежман, Милошевич, Стойкович. Нет, у них всегда поколение хорошее. У них всегда есть звезды в команде. Я комментировал матч, в котором Кежман забил единственный гол за Зенит. Он забил два. С пенальти, по-моему, да? С пенальти и ЦСКА. ЦСКА и Динамо. Помню, а кто забил с пенальти? Не я. Ты забил Сава Милошевича, кстати. Но крышка в том, что они, выйдя из группы с хорошим поколением, где вот все эти супер-супер-супер звезды, они дрались на тренировках перед каждой игрой. В итоге это все вылилось в конфликт, который оказался в прессе. И перед игрой с Голландией они, по сути, хотели сдать матч, чтобы это был как бы протест. Ну, и проиграли один в шесть. Ну, драка в команде, вот ребята подтвердят, это иногда и хорошо. Да, но у них был... Нет такой тихой заводи. Но на чемпионате мира это нехорошо. Это правда, Николай Николаевич. Подрались уже в шестнадцатом году. Не, не, не. И прозрали улицу тренировки. Это правда. Но там была подоплека. Там был конфликт с федерацией, которая не платила деньги. Сами футболисты играли в топ-клуб. Сербия, Сербия, это европейский Камерун. Ну, в Камеруне то же самое. Поэтому они в нашей республике тоже писали, тоже были недовольны. Тоже скандал. И тоже не пошло на пользу. Я вообще не помню ни одной ситуации, где это какой-то командовый... Ну, я вот говорю, что самое свежее. Это скандал. Это нашу волну. Это все нужно убирать. Наоборот, грамотный тренер от этого всего уводит. Смотрите, вы, видимо, так сильно разочаровались в Сербии, что про Словению забыли вообще в этом матче. Нет, Словение в порядке. Вот этот крайний защитник, мне вчера произвел сильное впечатление. Какой? В правый крайний защитник. Да, я не знаю... А учите, пожалуйста, для Тимура. Я не в таком клубе играл. Ему 29 лет. Вообще у них достаточно... Ну, и левому защитнику тоже за 30. То есть у них... Слушай, ну, этот правый защитник вчера... Он 2 мог забить. Забега 10 сделал до такой скорости. Не просто там кусочки, а по 90, по 100 метров бежал. Вот для РПЛ игрок. Он, конечно, очень в порядке. Карничник. За него сейчас захотят, знаешь, сколько? Ну, нет, я думаю, что он где-то играет... Не, они... Зачем вам нужен РПЛ? Не все, но... Не у себя на родине. Ребят, ну, два нормальных там вот выделялись, да? Правозащитник и нападающий. Ну, мне понравился очень сильно вот этот Пашка Стоянович, который весь в татуировках был. Он тоже в порядке. Он прям в порядке. Он мяч не теряет. Хотя тут у Сани он указан как правонападающий, да? Но он сейчас в центр смещался. Ну, вообще Словения... Я тебе честно скажу, что в принципе они обязаны были эту игру выигрывать. Представляешь, они Англию ебнут? Не обязаны. Обязаны были выигрывать. Поэтому давай дойдем Англию, разберем. Если схема интересует кого-то, 4-4-2, только две сборные, да, играют, по-моему, на этом турнире, классическую 4-4-2. Александр, я прав? Вы же профессиональный тренер. Я вообще из дивана. Профессиональный аналитик нужен в штабе всегда. Поэтому я вас спрашиваю. 4-4-2. Это классическая схема. Сколько сборных играет на этом чемпионате в эту классическую схему? Ну, при обороне может играть и больше. Схема только при обороне, я знаю. 4-4-2. Больше, чем две карманы. Вот могу сказать, вот сочетание двух нападающих, вот этот Шешко и Шпора, очень нравится Шешко. Очень нравится. Я думаю, после этого евро его цена взлетит. Куда еще взлетит? Ты знаешь, как он стоит? Он и так больше 50 стоит. Владимир, здесь про бабло. Там? Здесь про футбол. Мы не знаем цены. Все равно вырастет, Тимур, все правильно. Шешко первый отправился в Зальцбурге. Ему 17 лет было. 17 лет он начал уже играть. У них ушел этот норвежец. Холланд. Холланд ушел из Зальцбурга. Они взяли похоже по фактуре, что он так вырастет. Еще был Александр Серланд. Александр Серланд, помнишь, был еще? Да, да, да. Нет, нет, Шешко пришел, он маленький уехал. Да, 50 миллионов он сейчас вот на... Будет 60 стоит. Я думаю, Зальцбург, Лейпциг даже не будет слушать никакие 50. Слушать не будет. Я думаю, там 70-80 миллионов. Удар у него хороший. Бежит здорово. И он, в отличие от Влаховича, может опускаться и принимать мячи, и играть в пас. Влахович, который из Ювентуса, стоит 20 лет. Влахович стоит больше? Влахович тоже старался. Но его неправильно так же использовать. Понимаешь, стараться, стараться это одно. Нет, Влахович не может раскрыться из Замитровича. Я бы здесь согласен. И в Ювентусе, у него невыдающийся сезон, и под ним играет и Рабьо, который может... Рабьо ничего не может. Там Кьеза еще. Рабьо, 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 поиграйся. Вот, господин ведущий, при всем уважении... Серьеза, вы смотрите. С канистрой его про футбол пока не надо. Когда до ЦСКА дойдем, нормально все будет, Кость. Дойдем. Я сейчас флаг тебе передам. Вадим говорит, Рабьо. И все. Что говорит? Он в другой футбол играет. А, да? Да. Посмотрели Ювентус в этом году? Сколько матчей? Все он. Это же тренинг. Ну, я побольше посмотрел. А я посмотрел все плюс один. Можно смотреть и не видеть. Только даже Олег не посмотрел нашего целинца последнего матча. Да, да. Я посмотрел. Реально, кстати, я посмотрел матчи больше, чем Олег. Вот есть футболисты, которые смотрят и не видят. Это вот такой же случай. Двигаемся дальше. Хорошо, что это не футболист. Я тогда вот так начну. Дания, Англия. Николай Николаевич, что вы видели в этом матче? Вот насладимся вашим рассказом. Вот я увидел ужасное Англия. Абсолютно несмотря на футбол. Они банальные что-то. Только могло быть это Англия первый тур. С кем они играли? Сербия. Сербия. Это два худших матча на Евро. Два худших матча на Евро с участием Англии по ХГ. Такое впечатление, чтобы кому-то их устраивал 1-1. Ну, ничья. Тимур, подожди, браво. Давайте так. Посмотрите, каждый выбирает свою стратегию на турнир. Видно было вчера, что Англия играет с большим запасом. Каким запасом? Все лидеры. Подожди, Саша, подожди, послушай немножко. Все. Фоден, Беллингем, посмотри, как они вчерашний матч провели. Посмотри, пешком, три минуты лежит там, после каждого удара не встает. И даже с этим запасом они спокойно сыграли 1-1. Чисто стратегически. И тренер, видя, что Фоден более-менее выделяется, взял быстренько его заменил, чтобы, не дай бог, он не сломался, ничего. Они к следующему матчу спокойно подойдут и будут готовиться к плей-офф. Все, что вы вот говорите, да, несмотребельное. Да ему похер. У него есть свой план на этот турнир. Еще раз говорю. У него есть, вы видите, все лидеры будут играть по-другому в плей-офф. Попомните мои слова. Почти всегда так играет. Почти всегда так играет. Подожди, ты можешь что-то сказать ему в раздевалке, потому что он добивается... Не ху-хера. А он, понимаешь, у него потенциал такой. И у Фодена, и у Беллингена. Но это звезды. Они так играют, потому что они так хотят. играть, они не хотят... Вот вчера испанцы, да, лидеры испанских, испанские, они играли с первой минуты и до последней пока их не заменили. И они играли на 100%. Англичане лидеры играли на 30% вчера. Даже не на 50%. Посмотри. А когда у тебя лидеры играют на 30%, игра никогда не готова. Попробуем всегда так играют лидеры. Почему? Не всегда. Не надо то, что придумывать. Два матча. А в прошлый матч... Иран и Франция. А чемпионат Смиры когда-нибудь выбивали в первую? Нет, мне понравилось, как сказал Саул Гейт. Он все разложил. Он говорит, мы не готовы физически. Я не знаю сейчас, что делать, но мы будем готовиться к выходу. Потому что мы не готовы. Поэтому мы не прессингуем. Нет, мы не можем. Это Саул Гейт сказал. И вы его правильно процитировали. Благодарствую. В группе... Знаете, английский, Руслан. Возможно, при правильной подготовке тренерской команды они должны к плей-офф набрать хорошую форму. Вчера тяжелейшее поле. Мы заметили это сразу. Уоле Оргар. Сразу извините. Извините перед стадионом Факелы. Это огород на самом деле. Это не поле, а огород. И Беллингем могли закончить еду на этом поле. Вчера с нами сидел... Мы вчера смотрели вместе с Андреем Сергеевичем. И он говорит, я такого давно не видел, чтобы между травой, именно между первым слоем травы и вот этим дёрном была какая-то, видать, воздушная подушка. Потому что слетала просто вот эта трава, верхний слой слетал. И, соответственно, он говорит... Я не понял, что в стране сломался у команды. Ноги вязли. Это тоже... Это тоже... Это тоже по этому же. С Владом Радимовым переписывались. Он говорит, а что за стадионами в Германии? Я говорю, что в Германии все чемпионаты мира и Европы, которые проходили, и в том числе вообще в этой, в Средней Европе, в том числе и в Австрии и Швейцарии, летом, в июне всегда дожди. Чемпионат мира 1974 года называется мокрым в футбольном фольклоре. Нет, но мы и сейчас видим дожди в каждом матче. Он был в Германии, там был ливень. Если ты посмотришь даже матчи... Ну, сейчас отмотаешь, где в плохом качестве в Ютубе, ты увидишь, что там очень много дальних ударов. Они, может быть, поменяли позже, почему Дёрн вырывает. Очень много дальних ударов. Очень хорошо, как сейчас. Не в этом дело. Очень хорошо. В ней поля ровная. Что? Что? В поля ровная. Дёрн вылетает. Его поменяли, наверное, перед чемпионатом. Могут. Но не успел просто... Андрюха говорит, что просто странно, что, видать, накатили вот эту траву. И она не считала... Это было то же самое в финале Лиги Чемпионов, когда играли в Лужниках, когда они быстро, там, за две недели срочно перейдали туда. И тоже так же ехали ноги. Это не так. Там был один матч. А тут целый турнир. Это Коля говорит, Коля, может, перед турниром поменяли. Ну, да. Нет, нет. Ты уверен, только что закончилось в Минусеич, когда-нибудь успехов нет. Да, нет. Там, понимаете, чемпионов за две недели поменяли. Это потому, что в Германии было время очень плохих. Я думаю, что... Давайте, агрономом, давайте, агрономом. Я на баре нас идет. Руслан, наш переводчик пресс-конференции Гарета Саугейт, сказал про один аспект, который выделил Саугейт, но есть еще и другой. И давайте посмотрим на цитату Саугейт. Да, ты ее выделил вчера. Я теперь ведущий. Я просто восхищаюсь твоим умением переводить салфетку. Это просто комментарий из дурки. Мне кажется, это очень хороший ответ. Не хватило все дурачки накинулись на вот эту ерунду. И он отвел вот этим ответом от всего глобального того, что они плохо. Так в смысле, он еще больше получил. Он взял удар на себя. Это самое главное. Его игрок все херачат. Игроков никто не критикует. Так и правильно, он взял удар на себя. Молодя! Что это? И что значит взял удар на себя? Он только что засадил свою команду. Игроков, которого он сам вызвал. Все издеваешься, он своим ответом удар взял на себя. Правильно? Так и херачат его. Чего ему брать? Его и так бьют. Володь, а не того, что ты едешь в одежде в 12-летней давности. Кстати, я тебе даже могу сказать, ты до сих пор в игровую форму влезаешь. Я, кстати, еще не заканчивал. А ты примерял свои игровые футболки? Ну, она велика. Велика, хорошо. Тебе не кажется, что он ведет себя немножко, как Абаскаль? Просто немножко блаженного. Нет, так он всегда так. Он всегда, вот, у него даже вид такой немножко. Он всегда так себя ведет. А зачем тогда даже ссылаться на него как на? Я тоже считаю, что ничего нового он не сделал. Как на святой источник. Он всегда так чуть-чуть странно себя ведет. Покажите статистику Кельвина Филлипса в этом сезоне. Нет, это не то. Кельвин Филлипс в Мачестер-Сити и в Вестхэме в этом сезоне. Просто, ну, чтобы зрители понимали, кого не хватает Гаррету Саутгейту. Это просто бред. Кельвина Филлипса фактически не было и уже Каттер. Его и так ругают. Он был, но он выходил на замену. Его и так ругают. Плюс-минус. Поэтому, что значит, что он принял удар на себя? Его и так хренает. Он отвел от глобальных проблем. Чтобы ты обращал внимание на эту ерунду, честно. Здесь я согласен с Вовремя, что тренер говорит, хотите меня мочить, мочите меня, команду не трогайте. Команда, команда, команда так играет, потому что он такой. Да, конечно, да. Сань, ну, конечно, нет. У тебя сока Фодденкейн, Биллингем. Тихо, спокойно, спокойно. Тебе дай их саку. И они, блядь, и завтра, и 10 поражений. Хорошо, ты тренер, и у тебя в команде Биллингем. Вот подожди секунду, мы сейчас сыграем в... Сейчас я на... У тебя в команде Биллингем и Фодден, что ты как тренер им говоришь, чтобы они не играли в футбол? Передачи вперед? Не давали, да? Запрещены. Ну что, ну и они и Биллингем скажут, я не буду давать... Трэнк от Биллинга, его сразу заменили. Его инициативно заменили. Они так играли. Они так играли. Сань, возьми мяч, покажи, как ты запретишь, блядь, давать... Они так просто, блядь. У тебя команде Биллингем, Ром, ты-то понимаешь? Принесите мяч, тренер. Саня, забудьте, вот это за... Слушай, они так играли на Днебро. Они так играли на Сен-Асимир. Попробуйте, Саша. Попробуйте с единственным действующим тренером. Да, хорошо. Николай Николаевич, можно ли игроку сказать, не давай пас вперед? Который всю жизнь дает, не давай пас вперед. Почему тогда на других турнирах они так играют? Подожди, стой, 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 спокойно. Сань, Сань, российская вторая мяча, дай тебе их достать матч, тренер говорит, пожалуйста. В советское время говорили, не зная, что с мячом, отдай Гаврилову. Он ведь кто-то должен отдавать вперед, кто-то это не должен делать. Но всем запретить играть вперед нельзя, потому что это антифутбол. Вопрос три бывших футболиста. Было ли у вас когда-то такое? Нет, вопрос край, вопрос действия крайних защитников, когда они получают мяч. То есть туда же надо сказать одному кому-то или группе игроков, сказать, это не ваше дело отдавать вперед. Ты отбираешь мяч, отдай. Кому? Кто видит вперед. Нет, конкретно давай вот... Это опорником обычно говорят. Опорником, опорником, много вперед играет. Ты можешь не перекрестить, не голосом просто, спокойно. Кому в этом составе... Вот, смотри, вот состав. Это проблема Англии. Стой, спокойно, дай вопрос дослушать. Да, я понял. У тебя идет установка на матч. У тебя сидит сумасшедший Саутгейт. И кому из них он скажет не давать пас вперед? Биллингема, Фодену или Сака? Кому он сказал не давать пас вперед? На этих игроков кто-то должен отдавать из опорной зоны. А он им говорит не давать. Посмотри состав, ну скажи. Он им говорит, я конкретно вопрос не задаю. Вот состав, блядь. Он им говорит, конечно не может. Кому он футболисту, он сказал не давать пас вперед. У кого нет установки? Да это... Это не может быть. Вы просто к утрированной фразе Саша придрались и начинаете ее разбивать, как будто это реально сам. Ребята, будто я сказал про Келлина и Филиппс. Саша, Саша, знаешь что? Смотри, когда они не хотят играть, когда они играют на теканях, они этот мяч не хотят вперед доставлять. Они будут через своего защитника, через вратаря. А можно сделать тепловую карту? Не разговаривайте между собой, блядь. У быстрого все полыхает. Руслан, ты что-то хотел сказать? Да, Николай Николаевич говорит, как было? Говорит, не знаю что делать, отдай Гаврилу. У нас чуть по-другому было. Не знаю что делать, подбей мяч вверх и навяжи борьбу. Да, сразу вступи в борьбу. У Юрия Павловича был один алк. Кидаешь назад и сразу в дальние. Все знали это всегда. Сколько там, 10 лет? А здесь кинули вперед и все равно привезли в итоге. А здесь кинули, потому что Келлина не получилась диагональ. Вы тоже говорите, он делал это диагональ. Такого не может. Никто не может взять условную опцию кросса какую-то, чтобы просто раздавать. Пасовать вперед. Пасовать вперед. Один. У них нет такого игрока. Я не знаю, наверное. Прента заменили на какой минуте? Не помню. Кто вышел вместо него? На 53-й. Ну а до 53-й что, он феерил? Да нет. Больше всех, как выстрельщик передать, он отдашь. Он его меняет первым. Да и все устраивает тренера. Он сохраняет свой футболист. Он дает отдохнуть. Он чисто балансирует между тем, зачем ему, чтобы 90 минут на этом поле убогом, где реально ноги едут, сломались его лиги. Зачем он стратегически подошел? Двокер. Два вопроса. Это Владимир. Два вопроса. Первый вопрос. Если его все устраивает, зачем же он тогда говорит о том, что мы играем не так хорошо, нам нужно прибавить? Я тебе сказал, что взять и отвести от всех вот этих разговоров. Знаешь, так спалеться. Дело так всегда. Вот он какую-то фишку. Да, он фишку свою закинул. И знаешь, вот команда, ты внутри команды, да, все херачат его, сидит, думаю, о, красавчик. Взял все, отвел. И спокойно готовишься к матчам. Ответил на вопрос. Хорошо, это Майнгеймс. Хорошо, второй момент. Если брать первый тур, матч со сборной Сербии, когда они отдали мяч, поведя в счете, и оборонялись, они оборонялись, но более-менее нормально. У их ворот не было моментов, правильно? И они оборонялись там структурно, не давали зон. В этой игре разве это было? Ну, Сербия, опять же, Сербия и Дания ты сравниваешь. Дания посвежее выглядит. Вот. Кто-то наложит. Потому что, как-то сербия, сборная Дании. Пожалуйста, расскажи. Хорошая сборная, что ли? Ну, расскажи, ну, господи. Что тебе рассказали? Про Эриксона скажи. Действительно, сейчас Спирла такого напоминает, очень раздает много. Эриксон хороший. То чего в Англии не хватает? Дания изменилась? Да. По сравнению с первым туром? Кстати, первое хорошее замечание. Ты видел, что изменилось? Нет, я спрашиваю. Нет. Но они сыграли лучше, Шамфером. Можно я прерву? Вы помните, когда у любого тренера сборной Италии 15 лет в составе сборной был Тотти и Дель Пьер. И он постоянно их разводил. Они никогда не играли вместе. Потому что тогда ни тот, ни другой, если они выходили вместе, они не показывали свои игры. Может, такая же хрень происходит с Биллингемом, Форданом? А наш ведущий-то раскрылся на стене Форданом и Биллингем. У меня наушник, а наушник мне подсказывает. Александр, выходите. Лучше Андрея послушай. Не, не, но это, кстати, фишка такая может быть. Потому что, знаешь, тоже эти сочетания. Первые матчи, да, сейчас он смотрит, как кто реагирует. Меняет, какие-то перестановки делает. Чтобы как раз-таки к плей-офф не было вот этого, что я обиделся. Ты представляешь, что если Биллингем обидится, там, или Фордан, да? Это жопа для команды. Это жопа. Они вылетят, а у них задача выиграть чемпионат в Европе. У них не жопа. У них все охеренно. Я спор резюмер, Александр. Вот по-тренерски я абсолютно согласен, что тренер, психология, очень важная история. Отвести от игроков разговоры, что вы играете в скучный футбол, он говорит, к игрокам не трогать, это я их прошу играть в этот футбол. А игроки через это читают интервью. А почему вы считаете, что виноваты в Англии игроки, я не понял. Они не виноваты. Они не виноваты. Никто не виноват. Они все делают правильно. Они не виноваты. Про Данию мы так и не засыпались в разговоре. Немцы феерят, испанцы феерят. И вылетели. Даванцы в 2008-м тоже феерили. И от России вылетели, и что? Давайте. А все кричали, вот они возьмут это. Пожалуйста, давайте. Есть таблица у нас этой группы? Да. Вы видите, пожалуйста, таблица. Это кто у нас? С группа. Смотрите, что получается. Англия вышла. Подожди. А если Словения хлопнет Англию, а Дания Сербию, то с третьего места. Да какая разница? На кого они выходят из группы? Им все равно. Без разницы. У них задача выиграть чемпионат Европы. И они вылетят в 2008-м. Что же все равно? Послушай, подожди. Кость. Им все равно придется играть с любой топовой командой в 2004-м. Или в 1-2. Какая разница? У нас сейчас просто в 1-4-е, скорее всего, намечается матч Германии и Испании уже. Которые наоборот. Это если они не сыграют в шахматы. Давайте так. Давайте перед матчем. Италия и Испания. Италия и Испания. Это четвертая Россия уже. И сборная Испания уже. А что, на Европе не было таких моментов? В Европе 2-2. Помнишь, расписали? Катали на ничью. Но они тогда расписывали просто, чтобы третью команду слить. А здесь под выход... Ну и сборная Испании уже и выбирала себе сборную Марокко на чемпионате мира. И отлетела сразу же. Ребят, ну разные случаи бывали. Бывали, выбирали и доходили до конца. В РПС такого не было. Вообще никогда. Никогда. Италия и Испания у нас на носу. Обзор. Но перед этим давайте посмотрим наш репортаж. Фу. Выдыхаем внимание. Володь, помолчи несколько минут. Спасибо. Как и обещал Костя, меня отправили по всей России, чтобы узнать, на сколько люди увлечены Евро-2024. И сегодня я в Москве. Ресторан «Магадан» сделали крутейшее мероприятие. Совместный просмотр матча Испания-Италия. Мы такое не пропустим, а вам обязательно все расскажем и покажем. Это чемпионат Европы, брат, и мы в Магадане. Сегодня прекрасный матч Испания-Италия, который все собрались посмотреть. И мы предлагаем гостям насладиться не только футболом, но и приветствами, пивом, розыгрышами предподарков. Небольшой блиц. Выбирайте паста или игрок сборной Италии. Борелла. Игрок. Борилла. Паста. Кузили. Паста. Клингрини. Клингрини – это паста. Вы молодец, спасибо, это все. Паста сегодня Харри Кейн запил свой первый гол на этом Евро и приехал отмечать, куда вы вынули – Магадан. За кого вы сегодня болеете? За Испанию. Я за Испанию. Да, с Бонной Испании. Мне сказали, что в Испании больше друзей на поездок. Грузей на в целом. Как вам здесь обстановка? Как больше похожа на футбольный стадион или на домашний просмотр. И он. И у меня будет по-другому, и по-другому есть атмосфера спортивная, в которой очень приятно в ней находиться. Обстановка отличная, погода прекрасная, люди собрались великолепно. И, конечно, что это больше похоже не на стадион, это больше похоже на самое прекрасное время в этой работе. Без слов, да, не в чем более. Ставь в Читване! Россия! 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 Слушайте, в комментариях, где, с кем и с чем вы любите больше всего смотреть футбол. Адреса, мусор, комментария получат от нас супер-фонус. Ну а прямо сейчас лучше отборвать из Пали и Италия. До встречи. Вот так вот проходят вечера в нашей компании. А что вы нас не берете? А где сегодня вечеринка? Можно узнать, где сегодня вечеринка? Нет. Володь, в таком не пускают. Спасибо. С чемоданом. А с какого это матча футболка? С отборочного цикла. Нет, понятно. С любого матча. Мир высокой футболки вам недоступен. Вот что я скажу. Я хочу вот как сделать. Я передаю мнение Андрея Сергеевича Аршавина, что он вчера прямо весь матч тянул кукурелью и сказал, что это с запасом лучший игрок матча. Он классно играл. Он просто вообще выдал удивительный матч, перекрыл все со своей бровки, подключался ко всем атакам и умудрился еще не получить желтую. Вот, вот, вот. В этом фишка. Смотри, он на первых двух минутах сразу… Чуть не схватил. Не просто чуть не схватил, он сделал то, что делает Карвахаль. Он сразу в своей зоне бьет человека, чтобы дать понять, здесь ты мяч просто так не получишь. А дальше играет аккуратно. Карвахаль. Получай на пятой минуте желтую, он уже такой. Ну, не получил. И все. Николай Ильич получал бы, он его не получил ее. Он хуя бы дал сразу. Нет. Ну, на этом чемпионате хорошо суток. Обратите внимание. На этом чемпионате хорошо суток. Но я бы отметил Уильямса. Одиннадцать раз человек пошел в обводку. Почти половина удачная. Конечно, космос. Это космос. Космос Вингер. Честно, это космос. И Ника Уильямс. Два вингера. Ебаль. И вот хочу отметить. По полной ебаль. Я знал, что это такое. Работу тренера, да? Ебаль по полной. Ну что, он просто изнасиловал у итальянцев всех. Владимир, спасибо. Пожалуйста. Тренер ничего не выдумывает. 4-3-3. Вингеров использует там, где надо. Засунь Уильямса вторым нападающим, как сейчас многие делают, мы бы его не увидели. В какой форме он находится, то его ворота поставь, он будет брать мяч и всех обыгрывать. Но он в порядке просто. Даже форма это тоже от тренера. Естественно. Можно было загнать их, чтобы они… А в первом матче почему не такой яркий был? Как это не яркий? Ну, не яркий. В первом матче он действительно был плох. Подожди. Не такой яркий согласен. На фоне Ямаля он был прям плох. Нет, честно, тут я вчера чуть-чуть ошибся. Потому что я думал, что после прошлого матча… Можно сказать? Сань, можно сказать? Что поставил? Можно сказать? Смотри. Я сейчас тебе немножко раскрою. Они на разных флангах играют? Да. Да? Да. Так вот и Ямаль в первом матче был активней, потому что мяч больше находился у него. Да. Поэтому ты не видел Уильямса с такой… А в этом матче… Подожди. А ты Ямаля в этом матче видел? Ну так, по сравнению с Уильямсом? Нет. Я еще раз говорю, так это так всегда. Почему некоторые тренеры просят иногда поменяться флангами? Да, не пошло там. Ты поменялся и пошел его вот туда. И роль помощника важна. Подсказать. Можно даже не объяснять в чем. Не, ну главный помощник. Тиранецкая игроков испанца. Эндри, Родри и Руис. Это просто… Родри лучший. Лучший на своей позиции. А что он делает? Он, кстати, пропускает с Албанией, да? У него, по-моему… И это даже хорошо. А знаешь, какой у кого? Крутой момент. Пару лет назад, когда Нагельсман еще был тренером Баварии. Как он объяснял… Нагельсман объяснял, почему он поменял фланг для Лерой Сане. Почему? Он говорит, я обратил внимание, что Лерой Сане… У него плохо периферическое зрение. Плохое периферическое зрение. Он не видит… Ну, короче, если мяч под сильной ногой, он не видит вот с этой стороны. Да. И поэтому он переставил его слева направо, чтобы он, владея левой ногой, мог видеть больший обзор. И у него моментально возросла результативность. Он объяснял это в… Слушай, ну, про Гвардиол у него была великолепная результативность и слева. Мы не проговорили про то, как пытались Уильямса сдержать, потому что Спалетти уже поменял, ну, по сути, даже схему. Так, по большому счету, в перерыве, потому что вышел… Да, вышел Камбьязе, вышли Фротезе и Жоржинью, и при этом ничего это не помогло… Ребят, они даже по два человека, когда его страховали, ты понимаешь, он между ними кидал и прибегал. Ну, Камбьязе и Делорензе все равно не работал. Под страховкой не могут человека остановить. Тяжело что-то найти какие-то решения. Спалетти, вот смотри, я вчера такую мысль поймал. Спалетти сейчас стоит там, что-то пытается докричаться. Ну, это понты. Подожди, нет, может быть, это судороги, конечно, тренеры. Но, ты понимаешь, что бестолкуют. Твою команду просто возят. Ну, в этой ситуации вообще никак не повлиять на… Конечно. Тренел ли это гостевой матч Зенита в Еврокубках? Да, да. Я к этому сейчас и вел, что это мне напомнило, когда мы играли из «Спорта» или с «Бенфикой» и нас там поймали просто. И я, знаешь, так после матча сижу, ну, мы причем вышли тогда. Мы 0-0 сыграли. 0-0 сыграли, мы отбились, короче. Я сижу вот в разделаке и ловлю себя на мысль просто. Блядь, так я же ни разу в центр поля не перешел. Ну, я такой еще игрок. Блин, я реально не в центр поля даже ни разу с мячом перешел. И что бы там вот мне рядом даже, когда я играл с полицей, он мне кричал, у меня в ушах звенело. Поэтому меня удивляет, сейчас можешь говорить? Удивляет у нас эксперты сейчас. Крути головой все. Вот вы сейчас любители. Пима, блядь, тоже взял моду. Крути головой. Какой головой? Ты даже пукнуть не успеешь. Это момент, когда на тебя три, блядь, скоростных ямаль. Пима, ты что за моду взял? Улинс бегут. Куда крути головой? Ты понимаешь, что это доля секунды он кинул тебя, пробежал посадал? Не Гавриев говорил. Потому что… Резюме нашей команды. Тренер, когда на бровке вот это вот прыгание, вот это кричание. Девяносто пять процентов ни о чем понты. Матч-менеджмент можешь с заменами, в перерыве поменять состав. Помощник важен в этой истории? Очень. А если… А если помощник прыгает так же, как главный? Не, не. Воды холодные головы. Валерий Георгиевич, смотрите программу. Стоит один только. Сделайте правильный вывод. Судья тоже может быть капитан. Наша служба и опасные трубы. Мы… Наша роль незаметна. Ваша очень заметна. Вы сказали… Говорит только главный. Стоит только главный. Всегда. А вот вовремя какую-то донести мысль и не сбить мысль главного еще, херню не нести. Скажи, Коль, она… Потому что у нее в голове мысли, и ты сбиваешь свои неправильные мысли. А бывает у вас такое, например, вот вы играете, и Валерий Георгиевич тебе говорит, Коль, закажи пока ресторан, чтобы… Сейчас мы закрутим все, чтобы приезжать. Надо выбор правильный. И потом, измени… Рацион… Вам помощника очень важно. Вы будете смеяться… Да, подожди, стой, стой. Да, да. Четверг, рыбный день. Вы же меня спросили, можете не галдеть теперь. Вы будете, наверное, смеяться и удивлены. И это тоже… Я даже не сомневался, Николай. Так, хорошо. Коль, подожди, давай еще парь помощников немножко. Нет, я… Знаешь, я… А, слушай, у нас еще… Так, около… Двадцати еще. У нас еще около… У нас еще около двадцати. Давай со мной… Мы хотим этот сериал продолжить. Так оно называется. Николай помощник. Николай помощник, да. Ну подожди, у меня тоже были другие помощники рядом. Вот сидит игрок сборной России. Матч-менеджмент. Кстати, Владимир Быстров тоже был ассистентом сбора. Вот. Смотрите… Мы неплохо… Непобедимы мы ушли. Хорошо пандемия. Вот. Отменили евро. Матч-менеджмент. В такой же ситуации, когда никто никого не слышит, не видит и не может поднять головы. Матч Россия-Англия, который мы выиграли. Игорь Симшов говорит, я не знаю вообще… Вот я не знаю, не слышу и не вижу, что говорит Хидинг. Но Хидинг при этом все время жестикулирует. Стоит, я ничего не вижу, не слышу, ни помощника, ни его… Но в какой-то момент игра перевернулась, там, не знаю, на три минуты, но этого хватило. Как работает такой матч-менеджмент? Футболисты не слышат своего тренера. Как? И нормально. Нет, нет, хорошо. Ну вот тебе и ответ. Есть. Мы играли один раз Лигу чемпионов, мы друг друга не слышали. Да, но что происходит? Не то, что принят. Подожди, ты к матче все равно готовишься. Все равно план на игру есть всегда. Мы против Португалии тоже играли. Мы знали их слабые стороны. Когда надо выбегать, где надо помогать. Ты просто терпишь-терпишь, и в какой-то момент этот план срабатывает, и ты забиваешь… А Сёбина слышно было вообще? Вот. У нас был самый главный план у футболистов не играть на фланге, где Юрий Павлович. Ну там вообще… Кто-то же там должен был оказаться, хоть один человек. Ну, кто-то оказывался ему… По этому мы не выдавали. По этому мы не выдавали, мы и не пропускали. Иногда тренер стоит и говорит, да, сегодня играем в прессинг высоко. Команда… В Турции перекрикивал болельщиков. В Турции. Олег Иванович никогда не бегал, не прыгал. И сидел и курил. Тихо. Но в перерыве мы знали, что нам скажут два-три конкретных слова… А кто был помощником Олега Ивановича? Вячеслав Грозный был… Вячеслав Грозный ответственный за пресс-конференцию. Да. Нет, ну Ярцев всегда, да. В основном… Ну Жора подсказывал что-то? Игорь Иванович, да. Слушайте, я сейчас вам буду раздавать опять по тысяче баллов. Для этого вам нужно будет выстроить цепочку из трех правильных ответов. Вот это ужасная игра. Я не могу… Мы же не слабое звено играем. Санкт-Петербург. Сильное звено. Сильное звено. С кого начать, капитан? С команды звезд. Так. С команды звезд. Николай, один отвечает, все молчат. Николай, кто забил второй гол Германии в ворота Венгрии? Второй гол Германии в ворота Венгрии забил Гюндаган. Абсолютно верно. Переходим к тебе, Руслан. Ну слабое звено вы нашли. Назови главного тренера сборной Грузии. Хrels? Да, это… Коля… А че получи штраф? Не, вот я знаю… С Common. Сиженья. Сы… Сиженья. Си… Haush musING… Назад… Силисм… С… СИ Си Кей… Хwell… Си Си… … Слушай, а… Ром, иногда бывает, что сисиния это немножко саньоли. Володя, сколько голов на данный момент забила сборная Швейцарии на Евро? Швейцария откуда я знаю? Посчитай. Посчитай. За всю историю Евро. Здесь все смотрят. Ну пусть четыре будет. Абсолютно верно, и вы зарабатываете тысячу баллов. Хорошо, что ты делаешь. Капитан подсказал. Спасибо. Спасибо. Три в первый и один. Ты мне подсказывал сисинию. Я не нас слушал. Извините. Я болею. Давай простой вопрос. Я болею, чтобы я слагом уже. Очень простой вопрос. За какой клуб играет Станислав Лоботко? За Словакию. Клуб. А, за Наполи? Правильно. Батимур. Я думал, что это сборная. Я имел в виду, что он Словак играет за Наполи. Развернутый ответ хотел дать. Молдаван играет за Румы. Можно сразу две тысячи баллов. Молдаван не играет за Румы. А, Саша, назови вратаря сборной Польши со сдобной фамилией. Булочкин. Булка. Булка из Ниццы. Булка из Ниццы. О! Звучит, да? Булка из Ниццы. А это прям кондитерская какая-то. Да, да. Не, ну это считай победа. Сыр слили. Да. Блин, ну это вообще тебе досталось. Давай, давай. Тебе просто изи достался. Самый изи из всех. Если ты не назовешь, я тебя буду называть. Роман. Сисинью. Что написано на спине у Депая? Мемфис. Блин, правильно. И вам тысяча достается. По той же причине Верджил написал. Почему нам? Вам тысяча. А нам почему? Николай. Вам уже досталось тысяча. Первый номер сборной Дании. Первый номер сборной Дании. Ну, наверное, это, скорее, вратарь, сын великого вратаря Шмехеля. Каспер Шмехель, правильно. Знаешь, когда пытаешься у доски ответить? И смотришь на учителя, когда он тебе так вот махнет глазами. Руслан. Руслан, соберись. Да, 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 да. За какой клуб играет нападающий сборной Хорватии Анте Будемир? Ты просто по яйца бьете просто человека. Тише, тише, тише. Коля, на меня смотри. В глаза мне в глаза. У нас капитан поддерживает команду. Он морально. Ну, может, как-нибудь Испания? Испания. Там есть команда. Вот у тебя были всякие. Синий Ассасуна. 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 Вы по яйцам дали опять. Ну, е-мое. Член команды. Члену команды по яйцам дали, но не имейте стоять, с вами ведущий. Володька, алло. Назови фамилию главного тренера сборной Чехии. Ты так желаешь. Подожди. Подожди. Передомой. Не помню. Не помню. Такой писатель. Даже улица в Москве такая есть. А, ну это вообще. Гагарин. Да, 60 лет октября сейчас скажется. Тренер сбора. Гаша. Зовут его Иван или Иван. Ничего не говорит об этом. Гаша. Доминик? Три, два, три, два, один. Да ну уже, блядь, я уже услышал нечестно отвечать, когда слышал. Ну потому что нечестно. Ну и нечестно. Тейля, подожди. А если так играют рукостью, то не тур. Не лазит. Пишина. Назови фамилию главного тренера сборной Чехии. А раньше подскажи тогда. Абсолютно верно. Саш, к тебе переходим. Назови счет после первого тайма матча Швейцария-Шотландия. Три секунды прошло. Ну что, три секунды прошло. Это был второй тур. Николай Николаевич с вашим. Нет. Это был второй. Это был второй. А время заканчивается. Три секунды прошло. Три секунды. Был гол Мактомины. Два. И был гол Шакири, получается. А значит? Один-один. Абсолютно верно. Рома. Назови, Рома, ты, первый рандомный прогноз, который зашел у команды Владислава Радимова. Все, попал. Здесь? Да. 1-1. Нет, рандомный. А все? Рандомный? Да. Нет, рандомный. Рандомный это удаление за пять в игре Шотландия-Германия. Абсолютно верно. Удаление в матче Шотландии-Германия. Это был просто первый день, остальное я уже не помню. Вам косарь, ребята, от меня. Держите, Николай, вам вопрос. За какой клуб играет датчанин Андреас Кристенсен? Сколько кругов-то было? Еще один. Вот все, вот все. Барселона. Абсолютно верно. Под каким номером играет Антуан Грызман? Грызман. Сейчас уже так носить. Мы не десятый уже. Очень легко. Был Саньоль, потом Ассасуна. А номер? Да, Феби. Седьмой. Сейчас будет твоя любимая заставка. Викторина для футболиста. Не мог мне такой вопрос. Даже я это знал. Давай, Володь. Давай опять. Тремер быстрого на футболке сейчас давай. Все такие, что это за цифра? Какой? Я сам не знаю. Позволь мне сейчас прожевать тебе прямо вопрос. Дай О'Чанкуль Освальд. Очень просто. Кого так зовут? Назови фамилию игрока. Как, как? Дай О'Чанкуль Освальд. Ну, Турас, наверное, какой-то. А почему Освальд? Почему Освальд? Фамилию назови только. Что? Слушай, там полгермании. Это ты специально для Вовой Лехтёв? Просто подобрал? Очень вообще просто. Ну, берешь с полочки прям. Сейчас его Дайо называют сокращенно. А, ну это легко тогда. Я что, не первый день приехал. Тебе подсказывать бесполезно, потому что ты фаерплей. Ну, если ты тихо подсказал. Дай ему флаг. Белый. Ось, ты просто произносишь, как будто он северный кореец. Давай. Ты знаешь? Как его зовут Дайо? Да я откуда знаю. Упамекано. Кто это? Ну, это очень хорошее. Дает Упамекано. Центральный зайчик. Я тоже бы не знал. Вы что, издевайтесь, реально? Я не знал, что его так зовут. Давай, давай. Ведущий. Последняя тропка осталась. Давай мне самые сложные вопросы в следующий раз. Нет. Погнали. Тимур. Да я слушаю. Шут. Робча. Или Алибек. Кого из них нет в заявке сборной Румынии? Можно опять за тему? Стой, подожди. Шут. Алибек. Робча. Алибек. Кого из них нет в заявке сборной Румынии? Все три. Робча. Робча нет. А Шут есть фэнтези. А Гильчитай. Робча нет. Давай, Саша. Тебе. Сколько автоголов уже было забито на евро? Ну там это спорно сейчас будет. Потому что Мактоминые вернули. Но один гол, который Мактоминые посчитали автогол швейцарцев, его поменяли обратно. Да. Ты же не хочешь отвечать? Правильно? Нет. Ну я тоже так думаю. Сколько? Сколько? Пять. Правильно. Ну да. Было шесть, а мы вернули на пять стало. Ром тебе. Какой ногой Шокири забил гол в ворота Шаклайна? Левый. Правильно. Ну ты комментировал этот матч, тебе достался. И еще касаемо вам. Давайте перейдем к тем матчам, которые ожидают нас сегодня. Пожалуйста, 3-1 мы опобедили. 3-1, три тысячи у них, тысячи у вас, вы сократили расстояние и прямо сейчас... А мы вдоль или нет? 3-2, прошу прощения. Выходим на финишную прямую. Тимур, Николай, вам застается матч Словакия-Украина. С вас по два прогноза на этот матч. Тимур, начинай. Я начну, я скажу так. Я начну. Почему? Потому что меня сегодня в первую очередь удивила котировка на матч, что очень большой фаворит Украина по сравнению, там что-то 2-10 по-моему дают на Украину и 3-90 на Словакию. Хотя я считаю, что... Если бы не первый тур, извини, на Украину был бы коэффициент еще ниже, меньше двух. Да, но я просто не понимаю. В Словакии очень мощное впечатление произвела своей дисциплиной. Нет, это да, с Тимуром короткими. У вас будет свой. Продолжайте. Нет, а почему? Мы обсуждаем. Я говорю, что Словакия очень... Ах, вы команда? Словакия очень дисциплинированно играли в матче с Данией. Терпели всю игру. Всю игру вытерпели. , почему они не могут так же, как и румыны... ...поймать из Бельгии... ... öz... Почему они так же не могут войти, как и румыны, поймать их на контратаке... Знаешь, какой классный момент? Словакии забьют в первом тайме 2.35 Я скажу так Просто забьют Сначала точный счет, пожалуйста, Тимур Точный счет, победа Словакии Победа Словакии со счетом Победа Словакии со счетом 2.1 2.1 И возьму Ромкину ставку Гол в первом тайме Словакии Гол в первом тайме Словакии Я просто думаю, что он Счет в центре поля Они пока свежие будут Покажи состав у Украины Николай Тимур Извиняюсь Да, итальянский тренер Кальцоне дал им Эти итальянские нотки Организованность, терпеть Игра на результат Игровая дисциплина Но возрастная команда Все-таки она одна из самых возрастных На турнере Словакии Поэтому могут В концовке, допустим, где-то Уже начать ошибаться И мне кажется, ближе ничья здесь Скажите, может ли кончиться бензин У одной из команд Традиционный вопрос Когда Пикарик у Якутски На двоих 75 Конечно, тут закончится Рано или поздно У них и не ты Они без бензина уже выходят на матче Счет в матче 2-2 2-2 Это значит, что вы поделились цистерной Если вы поставили Все-таки на руках И не проиграют 16 А второй прогноз Будет удаление А второй прогноз Да, удаление в матче Давно не было Удаление в матче Пора уже кого-то Придевать И Хороший И Владимир, член нашей команды Подсказывает 5-30 2-2 Плюс удаление На удаление 5-30 Так Следующий матч Саша и Руслан Руслан, начинает ваша команда Польша-Австрия Польша-Австрия Почему мне этот матч легкий не достался? А этого легкий, да? Конечно Ну, а тут вот давай так А что команды молчат? Без фиксации Я считаю, что австрийцы легко выиграют Что вы везете в отношения? Я пока Не надо свои мысли догонять Мы здесь А вдруг Невозможно Офицеры Ясно, что он фаворит Поляки, они неприятны, как обычно Да, нужен счет угадать Будет 3-1 2-1 Ну, конечно Будете не разговаривать Скорее всего так Обе забьют Обе забьют Я понимаю, что у вас там прошло совещание в филях какое-то 2-1, 3-1 давай возьмем 3 забьют? 2-1 2-1, ладно 2-1, кто выиграет? Австрий, конечно Пользу Австрий И еще вторая Второй Что думаешь? Обе забьют нельзя? Повторите Обе забьют нельзя? 2-1, больше Австрий, 9 Можно, почему? Логично все Обе забьют Обе забьют И тотал больше 2,5 У нас уже обе забьют У вас и так вот 2-1 Ну, я увеличу Давай другое Давай медицинская бригада Войди на поле больше 2-1 Или 1-2 Нет А кого там поменять? Нет Обе забьют Больше 3,5 Может быть и 2-2 Да, и 1-2 Да, поляки 2 и 5-5 2,30 как-то Не ломают 2,30 официально Обе забьют, если вы возьмете 2,30 Топ ставок вот этих Обе забьют Тотал больше Тотал больше Ну, вот дополнительно Да? Обе забьют Тотал больше Хорошо, Саша Значит, во-первых Так как вчера мы хотели Поставить на счет 1-1 И нам Андрей Сергеевич Оршайнов запретил Это дело Ой, начиная Я требую, чтобы мы могли Ставить на те же счеты Давай Да, ну нет Да, ну да Не-не-не-не-не Это запрещено Белый флаг Димон Родно поэтому Мы и по очереди Делаем вот эти прогнозы Чтобы нельзя дублировать Удовлетворять свои требования Это разные вещи Согласен Ваши ожидания Ваши проблемы Андрей Сергеевич Можно дублировать Удовлетворять свои требования Мне надо, чтобы вы удовлетворили Не готовы Что думаешь по поводу Польши и Австрии Ладно, не, не серьезно Если мы не ставим На одинаковый счет То тогда 3-1 Польза выбранной Австрии Австрии 3-1 Да И А, тогда мы не можем взять, да? Но мы можем взять вот это Потому что Что с подкастками там, Алёна? Можно У нас Пользоваться Ром, ну Мы же не красиво Мы же без подкасток Здесь дело в том, что мы же не только друг для друга Я еще раз посмотрю Но и для зрителей Мы тут не А вот здесь Для зрителей, когда попадаем Когда не попадаем для себя Не, можно выбрать позицию Послушать нас Когда ты зрителя толкаешься С обрыва туда За сутки смотрит 100 тысяч человек Все хотят выяснить Какие у нас рассуждения На тему Все, все Не попадает Поэтому ждут нас Я думал, ты зрителей читаешь Там Подскажки Так, удары от ворот С минус 2,5 2,35 Фишка в том, что сборная Польши Сборная Голландии в игре против Польши Впервые ударила от ворот Только добавленное арбитром время До этого Только поляки выбивали от ворот У них было 15 ударов от ворот К 90 минут В Голландии нету Гакпа Просто Который будет хренать Который будет поворот бить Типа австрийцы будут владеть мечом Бить поворотом И только поляки будут выносить Это логично Я еще думал посмотреть на фолы Потому что Австрия больше всего фолила в первом туре Судя турок Кто фолила больше всего? Австрия больше всего фолила И больше всего от боров совершил Они играли против Франции Скорее всего Сегодня они будут больше еще владеть мечом Хотя и против Франции они владели немало Но фолова должно быть поменьше С форой минус 1,5 2,07 В итоге второй какой пункт? Давай, удары от ворот Минус 2,5 Да, форы Польша победит по ударам отворот с минус 2,5. Польша победит по ударам отворот. Следующий матч, Ром, Нидерланды-Франция. Владимир Быстров, Роман Нагучев, свои прогнозы. Начинаем с Владимира Смотнеда. Почему? Вы только что начинали. Прошу прощения, да, Ром. Давай все-таки будем как-то по правилам действовать. Голландия-Франция. Ну, без Мбаппе сложно, но я думаю, что это будет закрытый футбол. А чего ты решил, что Мбаппе не будет, что ли? Он в маске тренирует. Он тренировался в маске. И ты увидишь, что он выйдет в последний момент. Да, но вот прикиньте, он выходит на Голландию, доламывает себе нос. Я не вижу смысла вообще никакого. Абсолютно. Ничья 1-1. Это мой прогноз. На матч Голландия-Франция. И это мы сейчас будем. 1-1. Ничья 1-1, да, я зафиксировал. Я просто немножко в шоке. Все, Аршавин вел правила. Я не ясно с Голландией. Думаю, больше Франции. Всегда удачи. Я так тут сижу, просто слушаю. Ты в приложении. И у меня все хорошо. Подождите секунду. Мы сейчас договорим, потому что это невозможно слушать. Ты думаешь, что ты шепчешься? Ты думаешь, что ты шепчешься? Десять раз сказать? Мне одного раза достаточно. Ну, я уже говорю, десять раз за одну передачу. А вот сейчас, наконец-то, ты достучался. Пожалуйста. Там закрытая дверь все, ребята. Я хотел с командой посовещаться. Смотрите, я хотел сначала тотал больше двух с половиной, но потом я подумал, что Голландия... Ты же 1-1 поставил. Нет, это еще до того, как я подумал про счет. Потому что, как показывает тренд второго тура, никто не рискует. До момента, когда нужно рискнуть. А это третий тур. Вчера все 1-1 играли. Гаррет Сауглид очень рискует. Вот. У меня два варианта. Первый из них угловые больше девяти с половиной за 2-52. Нет? Значит, восьми с половиной можно брать. Ну, они играют флангами много подождать. Восьми с половиной это должно быть за двойку. Восьми с половиной будет 1-75. Мне интересно. Я хочу больше двух. И второй желтая карточка Хави Симмонса. А они же знают... А он-то вообще думает выйдет? Я вообще, честно говоря, в арентировочный состав у него поставил. Я поставил двойный фланг Фримпонг-Дюмфрис, потому что Фримпонг неплохо вышел. Хави Симмонс провалил. Плюс у Франции большей части игры заточено на владение левой стороной поля. Просто Куман же традиционный тренер. Он обычно, допустим, выпустит вместо Думфриса Фримпонга, вместо... Нет, нет, нет. В товарниках они выходили вдвоем. И Фримпонг в Байере тоже в подконе сезона часто выходил инсайдом. Поэтому я думаю, что если Фримпонг выйдет стартом составе... Тогда угловые. Не вместо Думфриса, а вместо Хави Симмонса. Тогда угловые. Если Фримпонг, то угловые. Много подачи. А, ну ладно, ты на Нидерландах сконцентрирован. Да, просто у меня там напрашивается какое-то голевое действие от Гризмана. Ну, я не знаю. Я хочу голевое действие от Думфриса. Я хочу, что сделает голевое передачи. Мерам Тунин тоже так напрашивался, когда фэнтези взял. Но, к сожалению, такой из ставки... Не готовы удовлетворить были мои требования. Ладно. Ну, я тоже как-то... Можно пока поспать, да? Нет. Затянулось. Затянулось. Рома. Да. Итог. Желтая карточка... Блин. Висимонсу на скамейке. Которая не выйдет, наверное, да. Давай... А давай Куману желтая карточка, почему нет? Он вообще... Он сидит как... У него бедного видать... Видела... За то, что он носу ковыряется. Да у него кровь пошла. Давление. Тимур, ну уже родите что-нибудь. Ну, почему-то я не рожаю, вот туда сражает. Хорошо. Девять с половиной угловых я рискую. Это первое, что мне пришло в голову. Два, 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 пятьдесят два. Все. Десять с половиной угловых больше. И один один счет. Больше, больше, больше. Уточняй. Просто сказал, девять с половиной угловых... Хрен его знает, больше или меньше. Правильное замечание. Ведущий, давайте будем... Мы уже давно поняли, что когда говорят девять с половиной, значит больше. А когда не будет девять с половиной, значит меньше. Ну, это как-то неправильно. Чуть, да хорошо. Специально для Владимира Быстрова. Роман Нагучев прогнозирует больше девяти с половиной угловых. Там зрители, мы же для зрителей стараемся. Володь, давай твой прогноз. Легенду номер семнадцатый. Мы верим в люблю. Два, два. Два, два. Ну, конечно. Еще два, два. Что, никому спокойненько ничего не давит? Спокойненько два, два, два. Можно, пожалуйста, смонтировать. Вот, мы верим в люблю. И два, два сразу через секунду. Как мы верим в люблю. А это кто? И второе событие в матче. Второе, знаешь, что там будет? Два, два неплохо. Что будет? Ну, что, давай еще один счет возьмем. Нет, два, два хватит. Еще один счет. Специальная штатка. Ну, я просто верю в Голландию, на самом деле. Вы верите во Францию. Поэтому мне пришлось взять два, два. Я так склонялся к два, два в Голландии. Ну, два в Франции, в принципе, нормально. Нормально. И тем, и другим. А эти подвисли. А ты возьми по три очка у них. Да. Даже у голландцев. По три очка, они... Капитан, ты что? Им не честь капитану. Им не честь. Ну, конечно, они... Одни забьют, вторые будут включаться. Потом Голландия 2-1 и Франция 2-2. Раз ты 2-2 сделаешь. А кто первый играет? Польша, Австрия или Голландия, Франция? Польша, Австрия. А какой Кэффсен? Они уже будут знать. К Роману надо обратиться, у него будет Кэффсен. Голландия в Матче Франции. Просто Голландия в Матче Франции. Просто Голландия в Матче Франции? Да. Франции. А, чисто французский? Я на Голландии свой 2-1. Франция в первом тайме 1-97. О, отлично, нет? Да. Ну или можем больше полтора гола взять? Ты завтра у тебя не... Нет. Нет, больше полтора гола в первом тайме. В первом тайме. Волос, давай респенел. Тебя завтра не будет? Хорошо, тотал больше полтора в первом тайме 2-1. Давай полтора. 1-1 сыграет, и второй тайм 1-1. Все по схеме. К рандому переходим. Прежде чем вы, друзья мои, выясните очередные карточки с рандомными событиями в Матче. Я прошу вас, поставьте лайк под этим видео, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Скоро нас будет 200 тысяч, и мы разыграем здесь супер-бонусы на 200 тысяч рублей. Николай Николаевич, выбирайте. Да, я уже полез с вами. Вышедший на замену игрок совершит удар в створ. Вышедший на замену игрок совершит удар в створ. А еще, вот так, мимо кассы, да? Все замены сделают в матче Нидерланды. Да, да. Я ж поэтому и сказал. А этот матч там надо брать. Что у вас? Господин ведущий, можно обратиться с просьбой к вам? Давайте. У нас написано... Вы творите требования, пожалуйста. У нас написано ставка дубль или хитрик. Но можно мы поставим так, что игрок, который два очка наберет, чтобы он нам зачелось? Нет. Другой плюс пас. То есть нам вчера три с половиной долго... Давайте будем придерживаться правил. Володь, ну подожди. Во-первых, я не обращался к вашей команде. Куда вы полезли? Мы должны оставить интересы. Я в Вариапак обратился. Слушай, Радимова оставим интересы. Господин Крупье, можно? Да, господин ведущий. Вот дубль или хитрик – это очень сложно. Ну, честно, было бы, если два балла. К сожалению, нельзя. Хорошо. Тогда Баумгартнера мы берем. Вы берете игрока или матч? Подожди, вам матч надо, друзья. Не, мы берем все. Можно матч? Можно ждите. А, матч, матч. Ребят, вам матч нужно взять. Я думал, игрока... Да нет, какой игрока? Все, Астре-Польша. Матч Астре-Польша, по вашему мнению, произойдет дубль или хитрик. В этом матче, да. И на седьмом туре мы всегда выбираем... Наконец-то. Мы ведем программу Пайр-Пайр-Пайр. Я шелк и вебокарт. Уже вот эти карточки мы седьмой раз поднимаем, и мы должны выбрать матч, а не игрока. Это уже известно было. Так мы на новом уровне. Мы на новом уровне. У вас у нас вчерашних прогнозов. Давай. Коль, что у вас и где? Вышедший на замену игрок совершит удар в створ. Мы выбираем матч, убой, Голландия-Франция. Отлично. Все прогнозы на сегодняшний день сделаны. Фэнтези-Лига, что у нас там, Сашка? Вчера у нас был, как всегда, великолепный день, где мы не набрали почти ничего. Ну да. Но три испанца, сухой матч. Мы их поздравляем. Очередные хорошие у них очки. Юлманд за гол. Ну и, соответственно, правый защитник сборной Словении, который, я надеюсь, все выучат. Ну да. После этого забега точно выучат. А ты сейчас... Я вспомнил, что у Карвахаль желтый вчера был. Да, и он набрал поэтому пять. Да. Но итоги уже второго тура мы подведем совсем скоро и посмотрим, Тимур остался ли на первом месте. Нет, конечно. У меня эта калечная пара из Англии вообще играла вчера как два трупа. Он просто одним игроком набрал 38 очков, по-моему. Просто одним игроком. Это биллингем уже было с удвоением. Но на самом деле очень мало хороших пиков пока что в фэнтези, поэтому турнир такой низовой. Спасибо большое, друзья мои. Мы обсудили все, что можно. Могли бы и дольше сидеть, но нам пора смотреть футбол. Вам, кстати, тоже. Подписывайтесь на канал завтра в 2 часа дня. Снова здесь же. Увидимся. Уже скучаем. Согласитесь, скучаем по нашим зрителям уже. Если на вечеринку нас позовут, то ребят. Да тебя никто никогда никуда не позовет. До завтра. Пока-пока. Сам приходи. И устрои вечеринку. Они в бокале мы оказались. Ладно, просто я не буду ждать. Я сейчас прям сразу на вечеринку еду. Молодец, а как ты влез в эту форму? Смотри, у тебя кремлевская стена разъехалась. 12-й, хорошо. У него очень крутой директор, он ее разнашивает перед эфиром. Я просто две недели играл в волейбол.